Я закончила вязание майки Портвейн, результат порадовал очень сильно, майка понравилась не только мне, но и всем нашим подписчикам. Ссылка на приобретение мастер-класса вы можете найти под этим видео, но о ней я расскажу еще пару слов немножко попозже. А сейчас у меня следующий проект, и тоже из яркой контрастной пряжи. Я живу в Петербурге, и у меня зима очень серая и скучная, поэтому очень хочется взрыва цвета. Такого, чтобы било по глазам, и чтобы были контрастные яркие переходы, поэтому выбрала соответствующие цвета. Темно-зеленый ламинария и ярко-золотой цвет листопад. Сочетание глаз не отвести, посмотрите какая красота, насыщенность, контраст. Кажется, что полоски, а изделие будет с полосками, будут смотреться так же эффектно и здорово. Поэтому быстренько вяжем образец, смотрим что же у нас получается. И готовимся восхищаться результатом. Но результат не то, что не радует, не восхищает, а просто расстраивает. Потому что полоски такими замечательными цветами выглядят контрастно, но грубо, резко. Красоты нет никакой. Обычные грубые полоски. Это совсем не то, чего я хочу. Мне эти цвета нужны. Цвета я оставлю, но мне их нужно доработать. Немножко растушевать, чтобы не было таких ярких переходов. Чтобы они стали немножко помягче. Как это сделать? Один из способов я вам показывала на майке Портвейн. Для вязания тоже были применены два ярких контрастных цвета. Цвет Портвейн, собственно одноименный с майкой. И слоновую кость. Смотрите, почти черно-белый. Контраст ярко. И должно быть резко и грубо. Но применение плайтинга превратило это сочетание в нежный пастельный оттенок. Очень красиво. Аккуратно. И воздушно. В новой майке я не хочу использовать никакие дополнительные приспособления. Такие, как возможность платирования. Там будет обычная кулирка и обычная полоска. Поэтому буду применять другой способ. Какой? Об этом узнают те, кто будет вязать эту майку. А результат я вам покажу в следующем видео. Что же у меня получилось? Достигла ли я того эффекта, который хочу получить от этой пряжи. Поэтому не пропустите следующее видео.